Санкт-Петербург в 13-й раз принимает форум СМИ с Северо-Западом. В программе традиционно прошел и профессиональный конкурс журналистов «Сезам-2015». Открылся форум представлением лучших информационных проектов на выставке «Медиа-Атлас Северо-Запада-2015». В этом году тема медиа-выставки «Сполохи северного сияния» и «Романтика белых ночей». Она посвящена информационному продвижению развития северного туризма не только как замещение иностранному туризму, но и как самостоятельной перспективной отрасли развития. Свои туристические возможности на Сезаме демонстрирует и Ненецкий округ. На экспозиции нашего региона представлены основные туристические маршруты. На форуме работает и наш корреспондент Олег Хатанзейский. Ему слово. В год победы в Великой Отечественной форум СМИ решили провести в знаменитом сборке Доми-радио. Именно из этого здания журналисты военной поры передавали самые свежие сводки фронта. Что касается форума, то он открылся в 10 утра. И по традиции, первым делом регионы из всего 11 представили свои возможности в сфере туризма. К Ненецкому округу интерес у участников традиционно высокий. Десятки софий были сделаны только на фоне чума. Сегодня же площадку посетил пол-пред президента по северо-западному округу Владимир Булавин. Он лично познакомился с туристическими возможностями нашего региона. Вице-губернатор НАУ Галина Медведева в так обставленному чиновнику рассказала об уникальном проекте округа, так называемых чумовых выходных. В нашем субъекте, к слову, он заработает уже в декабре. Первое желающее есть. Особый ажиотаж, по словам Галины Медведевой, будет наблюдаться весной, когда в регионе пройдут всероссийские соревнования на снегоходной технике. Вообще, что касается основных тем этого форума, то особое внимание организаторы уделили независимости региональных СМИ. Все чаще телеканалы, да и газеты напрямую пиарят власти. Происходит обслуживание чиновников и отнюдь не по собственной воле. По мнению участников форума, новости должны быть непременно народными. С этим на площадке согласились, пожалуй, все. Ну а что касается главного события СИЗАМа, награждения лучших журналистов, то их имена мы назовем в следующих выпусках. Добавлю, что наш телеканал также участвует в данном конкурсе. Мы отправили сразу несколько работ, поэтому держим кулачки и все тоже в напряжении. Ждем результатов.